Вы готовы к Слову Божьему? Аминь. Отец, мы благословляем Твое имя. Спасибо за Твое присутствие на этом месте. Спасибо за Твою силу на этом месте. Спасибо за жизни, которые будут изменены. Спасибо за те жизни, которые уже были изменены с начала этого служения. Спасибо за дух пророчества здесь. Спасибо за единство в Духе. Господь, возьми эту кафедру и говори к нам. Во имя Иисуса. Пусть всякая плоть будет распята. И пусть Твой Дух будет управлять в этом месте. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Последняя песня, которую наша дорогая Наташа пела, была очень пророческой. Сделай во мне дом молитвы. Библия говорит, Иисус говорил, Он сказал, это не время купли-продажи. Это не место купли-продажи, где люди могут в храме что-то продавать и покупать. Иисус взял хлыст и выгнал людей со двора храма. И Он сказал, вы превратили это место для воров и кого-то там. Там это место писание для воров. Это означает, что Иисус кое-что подметил. Когда ты входишь в это место, ты мог бы увидеть людей, покупающих и продающих. Но Он видел как бы за этим что-то. Он сказал, вы превратили это место в место в воров. Но дом моего отца должен быть местом молитвы. Что это говорит нам? То место, где не хватает молитвы, будет местом для воров. Сатана приходит, чтобы украсть. Он тот, который приходит украсть. И это был физический храм. Но Библия говорит, есть другой храм, который называется Самсон. Вы можете вставить туда свое имя. Если этот храм пуст, в нем нет молитвы, он будет местом для воров, даже если вы христианин. Вот почему молитва важна. Вот почему важно, говорит Господь, сделай меня местом молитвы. Вы скажете, Самсон, что же ты имеешь в виду? Как я могу быть местом? Ты можешь быть местом. Библия говорит, Святой Дух пребывает в тебе. Ты место? Библия говорит. Может быть, вы скажете, хорошо, Святой Дух пребывает во мне, но он там просто остается. Нет. Он функционирует. Что он делает? Римлянам 8 глава говорит. В наших слабостях Святой Дух ходатайствует не в нас, но через нас. Святой Дух управляет всем, что находится в тебе и начинает молиться через тебя. Говорится, потому что мы не знаем, как молиться, но он знает волю Отца, поэтому он начинает молиться через нас. И когда он молится, и мы позволяем ему молиться через нас, воры, Сатана не имеют места в нас. Помните, Иисус сказал, Сатана пришел, но ничего не имел во мне. Почему? Иисус был мужем молитвы. Сатана пришел и не смог ничего найти в Иисусе. Ничего не мог найти сатанинского в Иисусе. Вы хотите быстренько все исправить, быстрое решение? Молись. Тебе нужна профилактика? Молись. Тебе нужно лечение? Молись. Библия говорит, молитесь всегда в Духе. Когда ты молишься в Духе, что-то начинает происходить внутри. Когда Наташа пела, я взял мой микрофон, не чтобы остановить ее, но сделать то, что она вообще-то уже сделала. Я уже собирался вот-вот выйти и сказать всем молиться в Духе. И она сказала это потом. А я уже планировал выйти. А до этого я не планировал выходить. Но вдруг я услышал в своем Духе. Каждый должен молиться в Духе сейчас. И я взял микрофон, и когда она сказала, возьмите свои руки. Бог есть Дух. И всякий, кто поклоняется Ему, должен поклоняться в Духе и к истине. Что мы делаем здесь, это не шоу. Это одно из один из Божьих способов, как изменить человеческую жизнь через Его Слово, через пророческое Слово, через пророческие действия. И сегодня это один из тех дней, когда многие из вас будут сотворять 2024 год. Я не говорю обо всех, но только некоторые, кто сможет поверить, что во все, во что бы ты ни верил сегодня, и все, что бы ты ни говорил сегодня, будет утверждено. Аминь. Бытие 26-я глава. Название моей проповеди это Рехавов. Бытие 26-я глава. Был голод в земле. Сейчас это звучит, как Латвия для меня. Кто-то совсем недавно сказал что-то. Он сказал, я больше не знаю места, куда можно было бы убежать в этом мире. Я просто останусь в Латвии. Я сказал, ты прав. Потому что, если ты посмотришь на каждую страну, есть что-то не так. Поэтому это не время, чтобы начинать куда-то убегать. Был голод в земле. Сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. Поэтому был какой-то голод во дни Авраама. В Библии говорится, что нет ничего нового под солнцем. Ничего нового. Все через что-то проходишь сейчас. Кто-то уже через это проходил раньше. Знаете? Я человек практики. Когда я сталкиваюсь с проблемой, конечно же, не жизненной проблемой. Но, например, в обучении. Мне нужно что-то знать, и для меня это может быть трудным. Я делаю какие-то свои дела на компьютере. И первая мысль, которая приходит мне в голову, это что кто-то уже проходил через это ранее. И кто-то уже смог найти решение для этой проблемы. Поэтому двое моих лучших друзей это Google и YouTube. Я научился многому в этих двух источниках. Даже Библия. Поэтому, когда вы проходите через проблему, первое, что вам нужно понять, что это вы не первые на земле. Поэтому не реагируйте сразу. Потому что если вы будете реагировать на эмоции, вы будете реагировать так, как будто бы нет решения. Но есть решение. Потому что кто-то уже даже написал решение, проповедовал об этом решении. Или Святой Дух Сам, у которого есть ответы на все, имеет что-то, что сказать себе. Поэтому первое, что ты делаешь, когда у тебя есть проблема, это не реагировать, основываясь на этих слабых эмоциях. Потому что вот, что хотел сначала сделать Исаак. Посмотрим, что же хотел сделать Исаак. И пошел Исаак к Абимилеху, царю филистинскому, в Герар. Он хотел убежать. И второй стих говорит, Господь явился Ему и сказал, не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу тебе. Не живи в Латвии. Не покидай Латвию. Не покидай. Не покидай. Не покидай это место еще. Ожидай. Я покажу тебе землю. Иди в ту землю. Кое-что я вчера сказал на библейской школе. И также на домашней группе я это сказал. Я сказал, что есть два величайших дара, которые Бог дал нам. Это мозг и Святой Дух. И вам нужно понимать, в какой момент что использовать. Но Святой Дух всегда так же связан с мозгом. Выше. Поэтому, когда Святой Дух говорит, я даю вам совет выключить мозг. Но иногда Святой Дух говорит через твой мозг. Поэтому всегда не надо выключать мозг. Исаак включил свой мозг сначала. Все плохо в Латвии. Но там в Англии еще чуть-чуть лучше. И тогда он собирался убежать. Ты не можешь основывать свою жизнь только на своем мозге. Давайте будем говорить практическим. Чуть-чуть. Чтобы вы не думали, что везде не всякий не всякий способ. Эти места, где вы хотите жить, они не так, как вы думаете. Я поняла. Не все, о чем вы думаете, как оно есть, оно так и есть. Они могут быть другими. Практически будем говорить. В Латвии ты платишь 350 евро за аренду. А твоя зарплата тысяча. И ты плачешь. Мои друзья получают 4 тысячи в Англии. Но ты забываешь, что у них аренда 1500. А еще страховка 700 евро. А за машину другая страховка 600 евро. И тогда иногда они платят налоги. У них есть только 100 в их руках. И они работают по 12 часов в день. А ты работаешь 8 часов в день. Да, ты получаешь 1 тысячу. ты платишь свои 350 500 за машину. 100 евро за еду. Допустим, для одного человека, если ты один живешь. И у тебя еще остается 200 евро. Неплохо. И у тебя есть дополнительные 4 часа сна. Они работают 12 часов. Ты работаешь 8 часов. В Москве время, которое я проводил в дороге было около 5 часов в день. Когда ты начинаешь прыгать туда-сюда, используя только свой мозг, ты запрыгнешь в проблему. Потому что есть бомжи в Америке. есть бездомные люди в Америке. И есть миллионеры в Латвии. Они были бы миллионерами в Латвии. Есть и бомжи в Америке, и миллионеры в Латвии. Это не о месте. Есть бездомные и в Америке, и есть богатые в Латвии. Некоторые люди находятся в неправильном месте. И только в конце своей жизни они поняли это. Вот почему хорошо слышать, что же Бог говорит. Поэтому, слава Богу, Исаак послушался Бога. Бог говорит, третий стих, пребывай в этой земле, и я буду с тобой, и я благословлю тебя. Что же это означает? Оставайся в этой земле. Если я с тобой, твое благословение будет иметь абсолютно другой источник. Я буду источником, не земля. И вот что делает полностью изменение. Библия говорит, когда люди будут говорить, что все идет ко дну, ты будешь подниматься. А ты будешь говорить, есть подъем. Почему? Потому что Бог сам будет твоим источником. И вот что самое главное. Я с тобой всегда. И я благословлю тебя. Поэтому Исаак услышал это слово. И четвертый стих говорит, давайте продолжим третий стих. Я благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву мою, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Бог говорит, я благословлю также твоих потомков. Что же это мне говорит? Если ты не послушен Богу, или ты не слышишь Бога, ты не единственный, кто столкнется с последствиями. Также потомки после тебя они встретятся с этими последствиями. Это слишком эгоистично думать, что твоя жизнь она только о тебе. Многие человеческие жизни зависят от твоих решений. И Бог говорит, я сделаю то, что я пообещал Аврааму. Вот почему завет очень важен, чтобы иметь завет с Богом. Это не из-за праведности Исаака, но из-за завета Авраама с Богом. Многие из вас, вы здесь сегодня, вы сотворили завет с Богом, поэтому ваши дети этим наслаждаются. Завет очень сильный. Я не хочу быть пастором, а я не хотел быть пастором, но моя бабушка, она пророчица, и она сделала завет с Богом о моем отце и обо мне. И мой отец-пророк, и я пастор. И когда я не хотел быть пастором, у меня была личная встреча с Богом в России, в Нигерии. Что следовало за мной в Россию называется завет. Это та цена, которую заплатила моя бабушка. ее называли Матерью Молитвы. Каждый день ты мог бы прийти в дом моей бабушки. Она либо читает Библию, или молится. Все годы, которые я знал ее, она сделала завет, даже если я сделаю что-то не так, есть покрывало над моей жизнью. Потому что мы видели это в жизни Исаака. Мы видели это в жизни Иакова. Мы видели это в нашей жизни. Потому что завет между Иисусом и Богом Отцом сделал меня праведным, даже если я упал. Завет очень сильный. Четвертый стих. Я умножу потомство Твое как звезды небесные и дам потомство Твоему все земли, и благословляться всеми Твоем все народы земные. за то, что Авраам, Отец Твой, послушался Глаза Моего и соблюдал, что заповеданным было соблюдать. Повеления Мои, уставы Мои и законы Мои. И шестой стих говорит, давайте вместе почитаем шестой. Раз, два, три. Исаак поселился в Гергаре. Что это значит? Почему мы должны это прочитать? Потому что многие из нас мы слышали Бога, но мы посоветовали Ему. Бог, знаешь, я знаю свою жизнь очень хорошо. Снег не очень полезен для моей кожи. Поехали в Египет. Ты начинаешь давать советы Богу как же хороша будет твоя жизнь в Египте, например. И Бог говорит, хорошо. Но Бог должен убедить меня. Нет. Он не заставляет тебя. Помните историю пророка Балам и Балак. А Балак. Бог сказал пророку, не иди и не проклинай людей. И тогда царь пообещал пророку еще больше каких-то преимуществ. И пророк приходит к Богу и говорит, Бог, у меня есть для тебя предложение. Может быть, мы можем проглясть этих людей. Знаете, что Бог сказал? Бог сказал, иди. Бог не заставлял его остаться. Бог сказал, иди. Вот почему Библия говорит, когда Он сказал, когда Он говорит, Бог говорит, единожды мы слышим дважды. Он говорит, единожды достаточно. Это твоя ответственность услышать. И как ты это услышишь? И Библия говорит, когда пророк начал идти, Бог стал зол. Но Бог сказал, я должен идти. Почему же Он злится? Бог никогда не будет давить на тебя. Есть некоторые да, которые вы услышали от Бога, которые на самом деле не были от Него. они были результатом похоти, плоти. Но Исаак послушался Бога и остался. Давайте продолжим. я хочу, чтобы вы повторили за мной. Господь, помоги мне слышать себя и покоряться Тебе. Перейдем на 12 стих. Что же делал Исаак Исаак в земле и получил в тот год ячменя в сто крат. Так благословил его Господь. Вот что я вам скажу. Когда есть трудности в земле, твоя ответственность увидеть, принести результат, который Бог пообещал тебе. Твоя ответственность это сеять в землю. Я знаю, когда вы слышите слово сеять, вы думаете о деньгах. Я не о том, чтобы сейчас собрать особое пожертвование. Но Библия говорит, когда ты сеешь, ты пожинаешь. Но Библия не говорит, когда ты сеешь в хорошую погоду или в хороших условиях, ты пожнешь. Нет. Когда ты сеешь, есть время сения и есть время жатвы. Независимо от условий вокруг тебя. настолько долго, насколько Бог с тобой, Божье Слово пребывает в этом семени и производит результат. Кто-то посоветовал мне один фильм недавно, называется, А, Вера, как картошка. Кто-то смотрел там? Парень посел картошку, когда все называли его глупым человеком. Они видели его глупым человеком. Потому что, во-первых, картошке нужно много воды. Но тот год был очень сухим. Это был самый худший год. А он сказал, я собираюсь посеять картошку. И он посеял картошку. И потом, в день жатвы, они стали раскапывать землю. И они достали картошку. И один из работников сказал, это одна из самых лучших картошек когда-либо. Это было большое поле. То, что должно было стать потерей, стало прибылью для этой семьи. Что я имею в виду? Не было картошки вообще нигде в земле. Он был единственным, который посадил картошку. Поэтому, если вы живете в этом месте и вам нужна картошка, вы можете пойти, а вам нужно пойти к этому человеку. Вам нужно пойти. Вам надо пойти к этому человеку. Потому что он единственный, цены у кого была, это картошка. И поэтому любая цена, которую он скажет, это то, что вы заплатите. Потому что этот человек поверил Богу. И Библия говорит, Исаак сеял в землю и пожал в сто крат за один год. Пожалуйста, поднимите свою правую руку и скажите Аминь после этих слов. В 2024 все, что ты посеешь, ты пожнешь в сто крат во имя Иисуса Христа. Не важно, какая погода, не важно, какая ситуация, когда ты будешь говорить слово, во имя Иисуса ты пожнешь в сто крат. Скажи Аминь. В сто крат за один год. Мне нравится 13 стих. 13 стих говорит, И стал великим человек сей. По-английски Библии говорится, он стал процветать. и возвеличивался больше и больше. До того, пока не стал весьма великим. Мой Бог. Человек стал великим и продолжал. Если ты сегодня преуспеваешь и не продолжаешь преуспевать, это нормально. Такое случается. Но если ты процветаешь и продолжаешь процветать, преуспевать, и Библия говорит, он стал очень преуспевающим. Я пророчествую для кого-то сегодня. В 2024-м во имя Иисуса ты станешь очень преуспевающим. Если ты веришь этому, скажи аминь. В твоем здоровье ты будешь преуспевать. В своей семье ты будешь преуспевать. И финансово ты будешь преуспевать во имя Иисуса Христа. И человек стал процветающим и продолжал преуспевать, пока он не стал очень преуспевающим. А он, кстати, христианин. Если бы он был сегодня здесь, он был бы христианин. Поэтому это нормально преуспевать. Очень великим. Кто-то скажи, я преуспеваю. Я преуспеваю. Посмотрите на 14 стих. У него были стада мелкого, и посещения. Потому что, когда я прочитал 13 стих, может быть, кто-то подумал, это духовное благословение. Он очень духовно преуспевает. Нет, нет, нет. У него был деньги. У него был скот. Библия говорит, У него были стада мелкого, и стада крупного скота, и множество пахотных полей. И филистинляне стали завидовать ему. Опа! Филистинляне завидовали ему. Его семья завидовала ему. Латвия завидовала ему. Европа завидовала ему. Ты можешь стать таким великим, преуспевающим, что ты привлечешь внимание целых наций. Это для кого-то слово уже на следующий год. Ты не пытаешься привлечь внимание, но ты как мед. Эти муравьи просто приходят к тебе без приглашения. Он стал настолько великим. Слышали вы историю Соломона? Ему не нужно было в гости к царям приходить. Они сами приходили посетить его. И они приносили ему дары. Время твоего попрошайничества закончилось. И умоляние. Ты больше не будешь умолять. Во имя Иисуса. Я не проповедую здесь какие-то материалистические вещи. Но Библия говорит, Господь мой пастырь. Я ни в чем не буду нуждаться. Господь мое свет и мое спасение. Кто сможет противостоять мне? Я не попрошайка. Кто-то скажет, я не попрошайка. Я не попрошайка. Я семя Авраамова. И семя Авраамова. Где бы я ни поставил свою ногу, я возьму это для Иисуса. Куда бы я ни был вместил свою руку, я возьму это для Иисуса. Кто-то скажи, аминь. Господь мой пастырь. Господь мой пастырь. Господь мой целитель. Господь спасение мое. Кого мне бояться? Чего я буду страшиться? Тысячи упадут возле меня. И десять тысяч. И своими глазами буду видеть. Что эти стрелы будут летать днем и ночью. Но они не прикоснутся ко мне. Я пройду через долину смертной тени. И не убоюсь вла. Потому что ты со мной. Во имя Иисуса. Я пророчусь для тех, кто верит. Ты не умрешь молодым. Во имя Иисуса Христа. Молись в духе. Молись в духе. Господь пастырь мой. Я не буду нуждаться. Он приводит меня в злачные пажите. Приводит меня к водам тихим. Мир мой. Мир мой. Во имя Иисуса. Он стал великим. Очень великим. Верс 15. 13 стих. А 15. И все колодецы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И засыпали землей. Вы можете представить. Вы никого не обидели. Вы просто преуспеваете. Просто процветаю. Процветаю. Слева процветание. И справа процветание. И кто-то говорит. Он такой гордый. И начинает засыпать колодцы. Можете представить? Они хотят его разрушить. Но если Бог за нас, кто будет против нас? Они блокировали его преуспевание, как они думали. Но преуспевание нет колодца. Нет, нет, нет. Они засыпали один. Посмотрим на 16 стих. И Авимелех сказал Исааку. Удались от нас. Ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Как один человек может быть сильнее и могущественнее, чем целая нация? Он христианин. Уйди от нас. Если целый народ может бояться одного человека, а у него даже не было Святого Духа. Почему я боюсь со Святым Духом? Целая нация боялась и не забывайте Библия говорит все в Ветхом Завете это тень нового. Это детский сад. В соответствии с тем, что Бог запланировал для тебя и для меня. Это детский сад. Но единственное, что было у этого парня знаете, что у него было в те дни? У них были встречи с Богом. Вот что мы не имеем сегодня. У них слишком много не было. У них не было Библии. У них не было Библии. Но у них была серьезная вера в Бога. Полная зависимость от Бога. мы можем видеть это в Аврааме, мы можем видеть это в Аврааме, в Исааке, в Иакове, в Ное. Можете видеть это в Давиде, что секрет их жизни был в том, что когда они осознали, что сами по себе они слабы, но с Богом они могут сделать все, что угодно. Наша проблема сегодня что с медициной мы можем сделать многое. С экономикой мы можем сделать многое. Поэтому Бог на всякий случай на всякий случай если вот это вот не сработает, тогда пойдем к Богу. Но Бог говорит, когда ты приходишь к Нему, ты приходишь полностью из глубины сердца, ища Его. Полностью. Ты оставляешь все и говоришь, Бог, я смотрю только на Тебя. Мои глаза на Тебе. Целая нация боялась одного человека. Кто-то, Господь, скажи, кто-то скажи, Господь, сделай меня сильным. Сделай меня сильным. Великим. Сделай меня великим. Потому что сам себя ты не можешь сделать великим. И мы, когда мы говорим о том, чтобы быть великим, это не быть популярным. это быть эффективным в своем призвании. Не допускайте в этом ошибку. Вот что, если никто не знает меня, я что-то сказал вчера, если сердце становится злым, и будет говорить, никто меня не видит. я хочу быть во главе. Я хочу убрать все волосы и сюда сердце поместить. Если твои дети, вы знаете, как играть с твоей головой. И ударят твою голову вот так. И если твое сердце будет здесь, вот они вырубили папу. Они полностью вас вырубили. Бог мудр. И Он не планирует всех помещать на сцену. Потому что не все должны быть водителями поезда. Некоторые люди должны на самом деле чистить железную дорогу. Потому что если железная дорога не чиста, то будут разрушены и поезд, и водитель, и пассажиры. Это не популярные люди. Но они важны. Как много здесь важных людей? Каждый важен. Бог сделает тебя великим в сфере твоего призвания. Посмотрим, что же случилось дальше с Исааком. 17 стих. И Исаак удалился оттуда и расположился с шатрами в долине Герарской. И поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды. Снова. Если они что-то забрали от вас, а выкопайте это снова. Снова. Не сдавайся. Кто-то скажет, а если бы они не забрали у меня вот это здание, я был бы таким великим. Не говорите так. Не жалеете себя, что когда вы копаете колодец и его засыпают, идите в другое место. Выкопайте еще один. И знаете что? Они засыпят это тоже. Посмотрим дальше. Библия говорит, 18 стих. И выкопал Исаак колодезь воды. И выкопал Исаак колодезь воды. Которые выкопаны были во дни Авраама. Отца его. И которые завалили филистинляне по смерти Авраама, отца его. И назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраама, отец его. И копали рабы Исаакова в долине Герарской. И нашли там колодезь воды, живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами. Исаак, говоря, наша вода. Они были ленивыми все это время. А потом ты приходишь. Выкапываешь колодец. И сейчас они начинают говорить, это наш. Я не знаю, было ли у вас такое когда-то раньше. В Южной Африке такое иногда происходит. Южно-африканцы начали убивать особенно нигерийцев. Это называется как? Сенофобия. И вот было то, что они говорили. Нигерийцы пришли и забрали всю нашу работу. Но некоторые из них не хотели работать. И нигерийцы куда бы нигерийцы ни пошли, они найдут возможность. Живя нигерийцам в дезерте, живя оставленные в Нигерии в пустыне. Оставь нигерийца в пустыне. Дай ему три года. Вы увидите лес. А мы не убегаем. Это не в нашей крови. Исаак пришел и Исаак выкопал колодец. И они говорят, это наш. Некоторые люди будут претендовать на то, что наше. Иногда отдайте это им. Потому что вы нашли то, что они не нашли. Вы нашли, как пересоздать. А они этого не знают. Что бы они от вас не забрали, выкопайте еще один. Поэтому Библия говорит, они сказали, это наш. И он назвал этот колодец Эссек. Потому что спорили с ним. 21 стих. Выкопал другой колодец. И об этом также спорили. И назвал его Ситна. Я чувствую в своем Духе. Библия говорит, наша борьба не против плоти и крови, но против начальств и властей. Я хочу сейчас помолиться одной молитвой. Можете, пожалуйста, снова поднять вашу правую руку. Господь, во имя Иисуса, я противостою всякому врагу. Дух ли это? Или в плоти? То, что хочет забрать, что принадлежит вам. Или уже забирает то, что принадлежит вам. Я пророчествую. И я говорю, Божий суд во имя Иисуса. И я молюсь о том, чтобы ты принял свою радость назад. Чтобы ты получил свой мир назад. Прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. И он выкупал еще один колодец. Но 22 стих что-то другое происходит. И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец. И которым уже не спорили. И нарек ему имя Реховов. Реховов это место мира. Место отдыха. Место, где больше дверей открыто. Библия говорит. Ибо сказал он теперь Господь дал нам пространное место. И мы принесем плод на земле. Я хочу быть немного байазом. Просто немного байазом. Байазом. Не честно. А я хочу говорить к иностранцам. Очень быстро. Библия говорит Он сделал Господь дал нам пространное место. Он создал место для нас. Что это означает? Неважно что ты не латыш. Ты не европеец. Бог может сделать место. У Него есть достаточно места. И ты принадлежишь Ему. И не позволь Ему никакому человеку говорить иначе. Я говорю это также к каждому. Где бы вы не находили себя. И вы здесь являетесь чужим в этом месте. Бог может создать место для вас которое до этого не существовало. У меня есть друг в Нигерии. Он политик. приехал из Соединенных Штатов и начал искать работу. И человек, которому он пришел на интервью являлся сыном одного политика хорошего. И он сказал ты слишком умен чтобы работать в моей компании. ты мне очень понравился. Я поговорю со своим отцом и посмотрим что мы можем сделать. Знаете что он сделал для этого парня? И он открыл для него новый кабинет. Я не помню что именно там они сделали не хочу собрать на камеру. Это было что-то полностью никогда не существовавшее в Нигерии. И у него была зарплата, машины, всякие преимущества. Вот что этот человек сказал. Он сказал прежде я приехал в Нигерию. Все смеялись надо мной. Потому что в университете он был лектором. Он читал лекции людям. И у него была магистратура. степень магистров. И люди говорили, что же там такого в Нигерии? Он сказал, Бог сказал, я должен ехать. прямо сейчас он министр в парламенте. Потому что Бог сделал мне место для него. В 2024 году многие из нас войдут в Реховов. Место мира. Место радости. Место утверждения. Место многих мест. Место многих возможностей. И будет легко, потому что мы просто входим в него. Позвольте мне закончить с тем, что позже произошло между Исааком и царем. 28 стих. 26 пришел к нему из Герара Авимилех и Ахуз. Друг его. И Вихол военачальник его. И Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне? Когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя. Но они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой. я молю за тебя сегодня. Люди, которые ненавидели тебя, мир внезапно увидит, что Бог с тобой. Они вдруг внезапно это очевидно увидят. они не смогут этого отрицать. Потому что все смогут видеть. Говорится, мы ясно увидели, что Господь с тобой. И поэтому мы сказали, поставим между нами и тобой. Между нами и клятву. И заключим с тобой союз. Чтобы ты не делал нам зла. Они не говорили это, потому что они дипломатичны. Нет. Агресс. Сиди сюда. Представьте, я говорю с Агрессом. Пожалуйста, давайте заключим с тобой контракт. пожалуйста, не бей меня. Это не дипломатично. Это потому, что я знаю, что есть что-то, что он имеет, что может разрушить меня. Поэтому мне нужно с ним заключить завет. они не пошли к Исааку, потому что он был маленьким. Они пришли к потому что буквально Исаак мог разрушить их. Потому что они видели Божью руку на нем. Посмотрите, что он дальше сказал. чтобы ты не делал нам зла, как мы не коснулись до тебя. Здрасте. Как не коснулись ко меня? Мы не трогали тебя. Вы когда-нибудь видели людей, которые так извиняются? Нет! Ты закрыл мое богатство. Колодец. Однажды. Дважды. Трижды. А теперь говоришь, я ничего тебе не сделал. Да-да-да-да, ты сделал мне что-то. Но слава Богу, Исаак был сердце Бога. Даже несмотря на то, что я могу всех вас разрушить, давайте подпишем этот контракт. Библия говорит, мы ничего тебе не сделали. Мы делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Теперь Бог кому-то сейчас говорит. Ты благословлен Богом. Сейчас ты благословлен Богом. 31 стих. И рано встав утром похрелись друг друга и отпустил их Исаак. И они ушли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исаакова, известили его о колодисе, который копали они и сказали ему мы нашли воду. Мы нашли воду. Можете ли вы подняться на ваши ноги? Я хочу, чтобы вы не забыли эту часть. Он копал колодец, но не было воды. Реховов это начало. Есть другое место. Библия говорит, он назвал его Шива. Реховов это место, где закончена битва. Но когда битва закончена, ты по-прежнему можешь быть в мире, но недостаточно преуспевающим. По-прежнему можешь быть в мире, но не производящим результат. У него был колодец мира, но не было воды. Но следующий стих говорит, к нему прибежали слуги и сказали, мы нашли воду. Почему? Потому что Исаак решил простить даже тех людей, которые обидели его. они пришли к нему и он выглядел как глупец перед ними. Потому что они сказали, мы ничего для тебя не сделали. Это была его возможность сказать нет, 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 нет. я ждал этого дня. Джон, закрой дверь. Принесите мне, пожалуйста, двух собак, вот тех, которые очень голодные. Пусть они преподадут этим людям урок. Но нет, они были закрыты, спали, они спали в его доме. они спали всю ночь. И он не выгнал их. Может быть, он как мы иногда. Может быть, он подошел к их кровати. Если бы не Бог, я бы ударил тебе в лицо. Но он сделал этого. Он проснулся утром. И все, в принципе, тоже проснулись. и заключили завет мира. И как только он это закончил, к нему прибежали слуги и сказали, мы нашли воду, мы нашли воду. Вот что Бог хочет сделать в 2024. Дать мир и дать тебе воду. но тебе нужно будет простить многих людей. Я вот-вот творю новое. Разве ты этого не видишь? Я провожу дорогу в степи и реки в пустыне. То, я говорю вам сейчас, это не в моем планшете. когда я читал, Бог сказал, я должен сказать это. Вот я должен что сказать. Ты должен отпустить. Отпустить. Ты хочешь воду? Отпусти. Забудь все прежнее. Если ты вот так держишь свою руку, ты не можешь принять. Тебе нужно отпустить. Когда вы держались за десятину, а когда вы сильно держались, вы делали больно самим себе. То, за что вы держались, оно ранило вас. Может быть кого-то из вас Бог послал сюда именно за этим словом, которым я делюсь сейчас. не заканчивайте 23-й год с обидой и горячей. Отпустите это. Наташа, можешь, пожалуйста, спеть что будет? Все, что приходит на сердце. в следующие 4 минуты Дух Святой будет очищать сердца людей. Я не буду здесь главной. Бог очищает наши сердца от от любой обиды и боли. Скажи ему прямо сейчас помоги мне. По факту могу ли я помолиться за вас, если вы этот человек? Могли ли вы выйти вперед? У вас есть что-то, что вы должны отпустить.